Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. Меня зовут Аня. И сегодня я вам расскажу о трех способах, как можно познакомиться с хорошим парнем или мужчиной, или мужиком. Эти способы я как бы изобрела сама, я дошла до них эмпирическим путем, то есть опытным. Просто наблюдая за ситуациями, понимая, что вот если бы я не была замужем, этот способ подошел бы для того, чтобы познакомиться с хорошим парнем. Так, способ первый. Зимой, значит, это не получится, но получится летом. Что вам нужно? Вам нужно купить одну сеть рыболовную. Не ловить мужика в сеть, не думайте. Вот. Они стоят очень дешево, то есть способ довольно-таки нетрудозатратный. Ну, конечно, купальник, там все дела, и поехать на море, туда, где можно ловить рыбу. Не надо там в какую-то Грецию, а то вас там оштрафуют, и познакомитесь с полицейскими в участке. Вот. Короче, лучше в Украину поехать там, не знаю, где там, на Черное море, может быть, где-то со стороны Грузии. Вот. И начинаете раскладывать сетку. Слушайте, поверьте, мужиков будет подходить просто немерено, потому что мы с мужем вот так вот ловили рыбу. Блин, я уже со счета сбилась просто, когда я там стояла с этой рыбой. И подходят. Некоторые купить просили. То есть и всегда подходили мужики, именно которые заинтересованы в рыбалке, все точно неженатые как бы. Ну, пару раз были уже такие деды. Но опять-таки, кому что нужно, кому, извините, 55-60 лет, вы ему тоже можете познакомиться с там 60-летним мужчиной. Вам же не нужен такой 17-летний парень, у которого воздух в голове. И, короче, вот такой вот первый способ. Точно, вот, 100%, по крайней мере, они к вам будут подходить, будете знакомиться. И это будет такой мужчина, у которого генетически вот все в дом, все в дом, то есть тащить. То есть он будет любить рыбалку, как бы не набухиваться. А именно вот интересно, ему будет ловить рыбу. Теперь второй способ. Второй способ, но тут уже немного сложнее, потому что вам нужно какое-то экзотическое животное. Вот у меня есть хорек. Опять-таки, сколько раз я с ним ходила по городу, гуляла с ним, с ней, у нас хорек, шош. Сколько подходило парней именно хороших таких, которые вот там подходят, говорит, ой, какая лапочка там, животное, а как кормите, то и все. Да, иногда подходят семейные пары, спрашивают. Но опять-таки, очень часто, ну и девушки, это, кстати, универсальный способ, потому что очень много девушек подходит, тоже говорит, ой, там какое животное, это расскажите, расскажите. Ой, а можно ваш телефон, если я тоже захочу, там, та-та-та-та-та-та. Короче, то есть вот вы познакомитесь с человеком, который любит животных, то есть с добрым, это 100%. Никакое вот это быдло, которое вот видит животное и говорит так, эээ, смотри, там, мне не нравится, ой, да, я бы так не вышел, мне стыдно. Ну, так и живи, забейся там, живи, блин, чтобы никто на тебя косо не посмотрел. То есть вы познакомитесь с человеком добрым, который любит животных, как бы, ну это 100%. Но тут есть один моральный аспект, и он заключается в том, что не надо заводить животное, чтобы устроить свою личную жизнь, как бы, потому что животное – это ответственность. Вы, как бы, вы для него весь мир, как вы его будете кормить, как вы будете за ним ухаживать, как бы вы, вы, как бы, создаете ему жизнь. То есть вы за него несете очень большую ответственность, это надо понимать. Как говорится, животное для тебя – это часть твоей жизни, а ты для него – вся жизнь, вся его жизнь. Вот ты его берешь куда-то, ты решил его взять там на прогулку, и вот у него состоялась прогулка. То есть ты за него все решаешь. То есть это очень ответственно, как бы, и этот совет только для тоже ответственных людей, которые любят животных. Так, и третий способ, как вы знакомиться с мужчиной, он уже такой немножко более денежный. И, значит, вам потребуется радиоуправляемая игрушка. Желательно, конечно, квадрик маленький или вертолетик, или маленький квадрокоптер. Но, в принципе, блин, ими тяжело управлять, честно скажу, поэтому лучше все-таки машинку взять. И вы ходите в парк и начинаете пускать. И вот тогда вы тоже, все мужчины, они же, как бы, дети в душе. И все. То есть, а что это у вас? А как? А на каких батарейках? А сколько держит? Сколько часов? А сколько он может летать? А на какую высоту поднимается? То есть, эти вопросы, так смотришь, а вот нет кольца у него, или там не женаты, тоже можно. А можем вместе выйти, попускать, как бы. То есть, возможностей, вот, миллион, короче, реально, можно даже делать эти видео, которые делают эксперименты социальные, да, выходить. Может, я как-то выйду уже, когда будет весна, там, или, не знаю, ну, вообще, не знаю, может, сделаю, не сделаю. Выйду и запишусь. Будем вести счет, сколько ко мне подойдет, когда я буду с харьком идти, сколько, когда я буду, там, например, с вертолетом. Ну, это даже не нужно, это, как бы, не так интересно, просто, поверьте на слово, что 100% к вам будут подходить люди. Хотя у нас даже все такие закрытые, как бы, ну, как-то не очень так общаются между собой. Как бы, с одной стороны, открытые, говорят, все, говорят, молодование открытые, гостеприимные, а с другой стороны, немножко зажатые. Но, тем не менее, полно людей, которые к тебе будут подходить, если ты будешь, там, с рыболовной сетью, с квадриком или с каким-то животным гулять. Вот, так что, вот такие способы, как познакомиться с мужиком, нормальным парнем или мужчиной, там, называйте, как хотите. Или подругой. Или подругой, да, нормальной, с нормальной девушкой, как бы, не у которой в голове только, там, этот, ботокс, губы, там, косметика, ногти, что там еще бывает. Бывает, когда, ну, это нормально, когда женщина за собой сидит, но не только этим же должна быть голова забита. А как у меня только беженцами забита. Ну, неважно. А вот такие советы. Пишите, что вы думаете, как вы знакомились, какие вы знаете интересные способы. И оригинальные, и довольно-таки простые пуши способы. У меня такие, довольно-таки, не надо там мучиться, как бы, ладно, короче. Вот, спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до встречи на моем канале.